Рискованный бизнес. Казахстанские предприниматели не хотят идти в туризм. Как в Казахстане развить отрасль, которая другим государствам приносит большие деньги? Почему нет эффекта от государственной поддержки и чего хотят сами туристы? В сюжете Людмилы Батюшкиной. Владимир Лискеров сейчас в командировке. Его зона отдыха работает второй сезон, но клиентов меньше, чем могло бы быть, признается предприниматель. Главная проблема – отсутствие коммуникаций и дорог. Свет он провел за свой счет, а вот с дорогой беда. Несмотря на то, что объект находится не в глухой степи, а на Федоровском водохранилище, недалеко от жилых домов. Самое главное – это коммуникации, потому что без них, они очень затратные, без них люди не хотят отдыхать, они хотят сервиса, это нормальное желание. Другие страны, другие города, они предлагают им этот сервис, а мы не можем. Мы открылись, работаем второй год, но, опять же, как можем назвать открытие, когда у нас нет дороги, например. У нас нет дороги, у нас очень тяжелый заезд, у нас пройдет дождь, машины заехать не могут. Почему? Потому что становится земля мягкая, все застревают. Многие клиенты не хотят ехать. Государством разработана масса мер поддержки предпринимателей, работающих в сфере туризма. Дешевые кредиты, гарантирование процентной ставки, бизнесменам, построившим гостиницу или дом отдыха, возвращают 10% затрат. Если предприниматель купит автобус для экскурсии, вернут 25%. Если откроет современный придорожный туалет, ежемесячно будут платить 83 тысячи тенге. И все равно желающих немного. К примеру, в Караганде почти нет предпринимателей, которые организовывали бы экскурсии по городу, в том числе для иностранцев. А ведь историю Караганды уникальна, считают в палате предпринимателей. Но об этом знают даже не все местные жители. В Караганинской области больше, чем в других сакральных и исторических мест, начиная с памятников каменного века. Также предпринимателей отпугивает большой риск капризная погода и короткий туристический сезон. Всего 3-4 месяца. Простейший пример для того, чтобы с нашего города Караганды добраться в очень полезное место для здоровья озера Лаколь. Это необходимо потерять полтора-двое суток. То есть с пересадкой ехать на поезде. К сожалению, нет у нас нормальных дорог, нет у нас нормального интернет-связи. Вот даже были случаи, когда туристы приезжали в Караганинск и не могли расплатиться с банковской карты. Хотя желающие были, говорит Ермека Вильдин. К примеру, хотели организовать туры в шахту и даже построить подземный отель. Но поддержки не нашли. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.